На что Кремль собирается тратить деньги в следующем году? Во сколько россиянам обходится содержание Путина? Как прошел форум российской оппозиции в Париже? И какие проблемы ей предстоит решать в ближайшее время? Ответы на эти вопросы мы нашли в статьях экспертов Лимон, фонда Карнеги и Нью-Йорк Таймс. Вы на канале «Объектив», я Анастасия Брюханова, а значит, у нас уже готов обзор аналитики ведущих мировых СМИ. Чтобы нас поддержать, ставьте лайки, подписывайтесь и становитесь спонсорами. Я начинаю. Правительство России определилось с бюджетом на следующий год. Его проект уже подали в Госдуму, которая, скорее всего, утвердит его без особых изменений. А пока мы вместе со специалистами фонда Карнеги посмотрим на цифры и выясним, на что Кремль собирается тратить бюджетные деньги. Сперва стоит разобраться, а где правительство собирает эти деньги брать. Согласно плану бюджета, Россию в следующем году ожидают неплохие доходы. Аж 35 триллионов рублей. И примерно треть из них — это доходы от продажи нефти и газа. Но вот курс доллара по планам Кремля в среднем должен быть 90 рублей. А нефть должна продаваться по 71 доллар за баррель. И это учитывая то, что Запад вообще-то установил для России потолок цен на уровне в 60 долларов. Планы амбициозные. Вот только, как отмечают специалисты, очень уж нереалистичные. В плане наполняемости бюджета почти все зависит от внешних факторов. Цен на нефть, путей для обхода санкций и так далее. А что, если Запад усилит это санкционное давление? Или научится прикрывать пути для обхода санкций? Или, допустим, соседние страны откажутся поставлять товары по параллельному импорту? Или, предположим, что-то случится с экономикой Китая, и Пекину больше не нужно будет так много нефти. А там вообще-то кризис, и такое вполне возможно. В таком случае планы Кремля не сбудутся. И тогда придется искать новые способы добычи денег. Повышение налогов, новые пошлины. Но предположим, что все идет по плану, и в бюджет действительно поступила вся нужная сумма. На что же ее хотят потратить? В первую очередь, конечно же, на войну. Расходы на оборону в следующем году вырастут почти в два раза. Большую часть этих денег планируется потратить на выполнение государственного оборонного заказа. Как отмечают аналитики, тут дело не в том, что Россия планирует выпускать еще больше оружия. Почти все предприятия и так работают на пределе. Просто еще до начала войны многие компании, связанные с обороной, постоянно работали себе в минус. Тот же Роскосмос. В 2022 году у него было 50 миллиардов рублей убытка. Объединенная судостроительная корпорация тоже уходила в минус. Убытки составили 20 миллиардов. Так что вливание денег в оборонные предприятия – это, по мнению экономистов, попытка залатать эти дыры и попытаться удержать компании на плаву. А цены на военную продукцию со всеми санкциями и импортозамещением тоже продолжают расти. Еще одна статья военных расходов – это выплаты семьям погибших и раненым военным. По подсчетам экономистов, на это уйдет около 2-3 триллионов рублей. Кроме расходов на оборону, Кремль планирует потратить больше денег на социальные выплаты – 7,5 триллионов рублей. Все-таки год перед выборами нужно чем-то задобрать людей. В эти расходы входит индексация пенсии, выплаты жителям аннексированных территорий, а также социальные пособия. Экономисты называют их предвыборными выплатами, так делают практически перед каждыми. То есть, по сути, это деньги на покупку лояльности избирателей. А вот каких-то системных решений пока нет. Но на какие же сферы забыли увеличить бюджет? Ну, конечно же, образование и здравоохранение. Эти два вопроса у нас всегда напоследок идут. На бумаге расходы на них останутся такими же, как и в прошлом году. Но вот учитывая рост цен, инфляцию, в реальности школы и больницы получат меньше денег, чем раньше. Из всех этих цифр экономисты делают следующий вывод. Кремль нацелился на долгую войну. Кажется, Путин реально верит, что военная экономика поможет России развиваться и жить дальше. Мы не знаем, какие цифры показывают ему в красных папочках, но не исключено, что он видит одни лишь плюсы. Производство работает в три смены, безработица падает, в стране изготавливается куча оборудования, спецодежды. Поэтому правительство и дальше будет делать ставку на экономику военного времени. То есть на оборонные заводы и на покупку лояльности населения за счет прямых социальных выплат. Но в реальности же Путин загоняет нашу экономику в ловушку вечной войны. Вся экономика держится на военной отрасли, на войне. Так что если вдруг производство ракет больше не понадобится, то экономике придется долго и мучительно перестраиваться. С другой стороны, вечно вливать деньги в войну тоже нельзя. Рано или поздно придется сокращать расходы на другие сферы. Например, на то же образование или социальное обеспечение. Есть мы с вами, будем меньше воевать и не прекращать не хотят. Оба эти варианта не приведут ни к чему хорошему. И в обоих вариантах платить за все будут мы с вами, граждане России. Если на образование и здравоохранение у Кремля лишних денег нет, то вот на содержание себя любимого, конечно, всегда найдутся. Согласно этому же проекту бюджета, в ближайшие три года Путин и его администрация будут стоить нам дороже на 20%. Только в следующем году на содержание Путина и его администрации выделят более 24 миллиардов рублей. По подсчетам ТАСС, это почти на 5 миллиардов больше, чем год назад. Для сравнения, 24 миллиарда – это годовой бюджет целого Ярославля. Вчера в Париже завершился форум Руси-Либерте, который состоялся при участии фонда «Свободная Россия». Главным вопросом на повестке дня, конечно же, стала война в Украине. Европейские общественные деятели и представители российского гражданского общества собрались вместе, чтобы обсудить пути прекращения агрессии против Украины и методы ненасильственного сопротивления россиян в войне. Также обсуждались и перспективы демократизации России. В форуме приняли участие экономист Сергей Гуриев, писатель Борис Акунин, правозащитник Лев Пономарев и другие российские политические и общественные деятели. От европейской стороны на форуме были французские дипломаты и посол по правам человека Дельфин Барион, депутат Европарламента Бернард Гетта, а также европейские чиновники, журналисты и общественные деятели. Вообще, проведение таких форумов – дело важное, ведь, как говорят сами его создатели, европейской общественности, да и другим странам нужно регулярно напоминать о том, что Россия – это не только Путин и война. Есть много россиян, которые войну не поддерживают и хотят, чтобы Россия стала демократической страной и безопасным соседом для соседних государств. Также создатели форума стремятся давать европейцам и гражданам западных стран актуальную информацию о политической и социальной ситуации в России. Если на Западе будут знать, как работают политические институты во время войны, как обстоит ситуация защиты гражданских свобод, прав человека в России, им будет проще понять, чем и как живет российское общество и какие им самим решения нужно принимать. Ну и, безусловно, этот форум – еще одна площадка, где могут встретиться российские оппозиционеры, чтобы обсудить дальнейшую стратегию своих действий. Для тех, кто лично присутствовать не смог, также была возможность высказаться. К форуму обратился политик Илья Яшин прямо из российской тюрьмы. Он отметил, что ответственность за войну лежат на россиянах, однако недальновинная политика Запада по умиротворению Путина тоже приблизила войну. Все два десятилетия, пока Путин находится у власти, ему все сходило с рук. Западные страны активно покупали у России нефтегаз, передавали военные технологии и даже средства для разгона митингов. В общем-то, воспринимали Путина как равного. И даже после аннексии Крыма Путин не стал международным изгоем. Такая политика в итоге и дала ему ощущение абсолютной вседозволенности и безнаказанности. Ну а это, в свою очередь, сделало возможной войну в Украине. Яшин призвал прекратить запугивать и унижать россиян, в том числе закрывая границы, ужесточая санкции против обычных граждан. Он считает, что решать проблему войны Западу и России нужно сообща. Именно поэтому уже сейчас Западу нужно выстраивать конструктивный диалог и делать россиян не только своими союзниками, но и союзниками всего цивилизованного мира. А чтобы это сделать, нужно прежде всего объяснить россиянам, что Россия без Путина — это просозидание, а не разрушение. Что после Путина Россию ждет развитие, а не разруха и неизбежное расчленение страны. За работой форума следили не только российские СМИ-оппозиционеры, но и иностранные эксперты. Например, писательница и аналитик Французского института международных отношений Татьяна Костуева-Жан пишет о том, что происходит в российской оппозиции. Она рассуждает об этом на страницах «Лю Монт». По словам Татьяны, сегодняшняя оппозиция чем-то похожа на лоскутное одеяло. У нее нет какого-то единого лидера, как, например, Тихановская в Беларуси. Но зато есть много разных участников и групп. Кто-то уехал из России еще до войны, кто-то сразу после ее начала. А некоторые покинули Россию только после старта мобилизации. Но все они, по мнению Татьяны, так или иначе действуют против режима, включая и тех, кто остался. Устраивают за границей митинги, пишут статьи, организуют сообщество, выпускают видеоролики. В общем, Запад видит, что оппозиция в России есть и что она довольно активна. Но есть одна большая проблема – это разделение оппозиции. Как подчеркивает Татьяна, в обычных дебатах и разногласиях нет ничего плохого. Они являются частью нормальной дискуссии. Но когда перед оппозицией встают важные и глобальные задачи, разногласия ей только мешают, а играют на руку Кремлю. Некоторые оппозиционеры пытаются объединить свои усилия. Прошедший форум тому подтверждение. Но есть и те, кто считают, что у них достаточно собственных ресурсов и политического веса, и что объединение им ни к чему. И тут Татьяна, не скрываясь, называет имя команды Навального. Интересно, а госпожу Костой-Вужан тоже назовут Коцеботом? Как подчеркивает автор, у российской оппозиции есть хороший потенциал для объединения. Как минимум у всех, кто выступает против Путина, есть общие цели. Закончить войну, провести демократические выборы, выплатить компенсации Киеву за разрушение городов, освободить политзаключенных. С тем, что это нужно делать, согласны все оппозиционеры. Конечно, есть и разногласия по поводу методов, которыми нужно действовать. Например, договариваться ли с кремлевскими элитами, или делать ставку на госпереворот, типа Пригожинского бунта. Действовать силой или же убеждениями. Есть те, кто верят, что насильственное сопротивление режиму прямой путь к гражданской войне, приходу к власти радикальных группировок. Другие же, наоборот, не верят в мирную революцию, и, наоборот, видят в вооруженном восстании единственный способ победить Путина. Но для этого и существуют формы, коалиции, чтобы договариваться о том, каким путем мы придем к конечной цели. Есть, конечно, и те, кто придерживается со всех радикальных точек зрения, вроде необходимости распада России для свержения Путина. Но, как отмечает Кастуева Жан, это довольно маргинальное мнение. Кроме того, по мнению Татьяны, есть еще одна вещь, которую оппозиции стоит обсудить. Речь о привлечении новых сторонников. Те россияне, которые уехали из страны, это потенциально хороший оппозиционный ресурс. Многие из них сейчас ищут способы выразить свое несогласие с войной или как-то помочь тем, кто борется против Путина. И автоматически эти люди никуда просто так не соберутся. С ними надо работать, нужно показывать им разные возможности. А не ждать, что они просто так начнут высказываться против Путина, даже находясь за границей. Похожий совет Татьяна дает и насчет Ютуба и Телеграма. Интернет — это потрясающий ресурс для поддержания контакта и поиска новых сторонников. Но пока что, по словам автора, за работой оппозиции следят в основном те, кто и так против войны, кого уже убедили. Те, кто уже нашел своего спикера и знает, где искать нужную информацию. Сейчас оппозиции, по мнению Татьяны, стоит сосредоточиться на том, как привлечь новую аудиторию. Тех самых сомневающихся, которые чувствуют, что что-то не так, но которые пока не нашли для себя надежный источник информации. Особенно это важно сейчас, когда намечаются трещинки между теми, кто выступает против Путина и остался внутри России, и теми, кто действует за границей. Как отмечает автор, иногда изнутри России слышится недовольство тем, что оппозиция за рубежом делает недостаточно, что она не думает о проблемах граждан, оставшихся в России. Чтобы эти трещинки не превратились в пропасть, нужно работать во всех направлениях, в том числе в сторону объединений. Недавно издание «Коммерсант» сообщало, что в России начались проблемы с беспилотниками. Все потому, что Китай ввел ограничения на экспорт дронов и их комплектующих. Как объяснили в Пекине, ради национальной безопасности. Из-за этого начались перебои с поставками беспилотников и разных запчастей, в том числе и тепловизоров, и дронов для сельского хозяйства. Оказывается, с такими проблемами столкнулась не только Россия. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», от ограничений Китая страдает в том числе и Украина. Украинские военные тоже закупали дроны в Китае. Имеются в виду гражданские дроны, а не боевые. И затем эти дроны модифицировали и отправляли на фронт. Например, или пользовалась разведка, или диверсионная группа. Но сейчас количество поставок из Китая сократилось, и украинской армии беспилотников не хватает. Кроме того, теперь гораздо сложнее достать комплектующие для дронов. Те же камеры тоже в дефиците. Какие дела? Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете стать нашим спонсором. Спонсоров мы добавляем в чаты, где есть редакция, кац. Там мы общаемся не только о политике. Например, недавно я делилась своими впечатлениями о поездке на Октоберфест. И даже выложила фото в национальном платье. Такое вы больше нигде не увидите. В общем, в чатах интересно. Если хотите поддержать нас и стать к нам еще ближе, все реквизиты и инструкции есть в описании. Ну и лайк этот ролик тоже не забывайте. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok